Для Муксуна это самый настоящий роддом. Каждый день здесь из икринок вылупляются сотни тысяч мальков этой ценной породы рыбы. Сегодня сотрудники рыбозавода имитируют весну, повышают искусственную температуру воды и процесс идет быстрее. Длинные ряды инкубационных аппаратов. В них икра промывается и перемешивается потоком воды, насыщается кислородом. Это, если хотите, маленький мир со своими условиями, в том числе определенным бактериальным составом воды и температурой. Воду начали подогревать, а значит для Муксуна и Чира пришло время появиться на свет. Сейчас, чтобы спровоцировать массовый выклев, мы подогреваем икру, то есть имитируем весну до 4-5 градусов. Соответственно, Муксун начинает выклевываться. Из 25 миллионов икринок должны появиться примерно 11 миллионов мальков. Те, кто уже вылупился, пока питаются своим желточным мешком. Жевательный рефлекс у них разовьется через две недели. В цехе живых кормов для Муксуна готовят детское питание – рачка Артемию. Есть определенный рацион, но корм определенным рационом. Рыбовод Кирилл Рао процедуру кормления проводит 20 раз в день, строго в определенное время. Стартовый корм поможет малькам набрать вес до полутора граммов. Нагуливать его они будут в специальных просторных бассейнах. К поручению президента восстановить популяции ценных видов сеговых рыб здесь отнеслись серьезно. Собский завод готовится нарастить мощности. Будут увеличиваться выпуски Муксуна, будет упор делаться на более ценные виды Муксуна. Может в дальнейшем и на Нельму тоже, потому что так, как ее запасы в настоящее время тоже находятся в катастрофическом состоянии. К разработке комплексной программы по восстановлению популяции северной рыбы присоединятся и ученые Российской академии наук. Уже сейчас исследования проводятся в акватории Обской губы в районе поселков Новый порт и Мыскаменный, реках Обь и Тасс. Дмитриусов Максим Кутафин. Время и мало. Поселок Харп. Продолжение следует...